Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 57-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу показать вам виджет «Уведомления». Мы что-то похожее с вами уже делали, у нас есть некая кнопочка, и по клику по кнопочке через автоматический промежуток времени вот так вот в баре появляется полоса, где можно задать текст, цвет, дать ссылку, и у нас есть, по-моему, там 7 видов отображения этого окна, то есть не обязательно сверху баром, он может и внизу выскочить, и с разной анимацией, и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте посмотрим настройки. Первое – это идет шрифт для нашего текста. Дальше – Background Color – это заливка кнопки. Давайте зальем своим цветом. Дальше – Background Opacity – это прозрачность для кнопки. Сейчас она прозрачная. Если поставим единицу вот здесь, то прозрачности не будет. Text Color – это цвет текста на кнопке. Соответственно, делаю темно-зеленым, потому что кнопка светлая. Текст на кнопке какой? Я, например, пишу «Кликни на меня», и у меня не влазит текст, я могу за ползуночки вот так вот управлять размером кнопки. Следующее поле – текст трансформация. Трансформация, но здесь, как бы я вот смотрел, особо визуально никаких изменений не увидел. Здесь, конечно, можете поиграться, посмотреть. Но это нет, то есть не трансформировать текст. И есть три варианта трансформации. Дальше. Вот эти вот настройки, все они относятся уже к всплывающей части, которая появляется после нажатия на кнопку, которую мы сейчас с вами только что настроили. И вот, смотрите, Background Color, давайте, чтобы вы лучше понимали, сразу сделаем предпросмотр. Вот у нас наверху есть кнопочка, я кликаю, и вот внизу, вы видите, всплывает окно. Видно, оно все зеленое, линк зеленый, крестик зеленый. Вот это все мы можем настроить. Также появление, да, вот было окно внизу, можно в любом месте сделать. Соответственно, Background Color – это заливка этой подложки, где у вас будет свой контент. Я беру, делаю своим цветом. Текст Color – это цвет текста на этой подложке. Соответственно, если заливка светлая, темно-зеленый делают цвет. Линк Color – это цвет ссылки. Соответственно, если фон темный, значит делаем светлую. Линк Ховер Color – то есть при наведении на ссылку мыши, какой менять цвет. Ну, можно сделать просто того же цвета, только немножко оттенок изменить. Close Button Color – то есть крестик закрыть на всплывающем окне. Какого цвета? Так как заливка светлая, я беру темный цвет. И Close Button Hover Color – то есть тот же крестик, только при наведении. Беру тот же цвет, только делаю его темней. Давайте посмотрим. Кликаю. И вот у нас все вылазит. Единственное, только линк надо делать темным цветом, потому что я его сделал светлым, и его не видно. То есть линк Color я делаю темным. Дальше вот это у нас самое интересное. Это все у нас эффекты анимации. Какой лучше выбрать эффект? Я не буду показывать все. Здесь вы уже в свободном для себя времени посмотрите, какие здесь есть эффекты. Ну, вот это, например, интересно, я его и оставлю. Окно автоматически закрывается, если вы не нажимаете на крестик. Видели, оно обратно уехало. Давайте еще раз посмотрим. И также, если страницу прокручивать, оно висит недвижимо. Оно не исчезает. Давайте этот эффект и оставим. Дальше вот этот текст вы здесь все удаляете. Это тот текст, который будет у вас возникать вот в этой подложке. Напишу «Привет, мир». Здесь вы пишете линк. То есть это текст ссылки, который вы зададите вот здесь. То есть вот здесь будет ссылка, здесь будет текст для ссылки. Так сказать, анкор. Делайте пробел и скачать. Ну, например, скачать. Почему пробел? Потому что текст, он будет прилипать к тексту, который вы написали здесь. Делаем пробел, и там будет нормально смотреться. Ну, и ссылку здесь меняйте на свою. Если вы еще не поняли, о чем я говорил сейчас, то я вам сейчас это покажу. Вот видите, текст скачать. Ссылки не видно. Видно только слово, да? И вот пробел, отступ от основного текста. Ну, и вот они все, в принципе, настройки. Надеюсь, виджет вам понравился. Вы найдете ему достойное применение. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!